Всем привет, с вами Эдгар. Хочу сегодня снять видео на тему раковины, какая она должна быть. Есть несколько вариантов выбрать, как установить раковину, тумбу, ну и конечно же удалить кран. У нас несколько ванных комнат и в одной из них сделали вот таким образом. Есть тумба, сверху устанавливается отдельно раковина и уже сместитель, он ставится вот здесь. Плюсы и минусы этого дела. Плюс в том, что по бокам есть вот такие вот места, куда можно что-либо ставить, устанавливать какие-то штучки. Смотрится это красиво, так необычно, ну стильно все это дело. Ну в принципе плюсы на этом заканчиваются. Ну еще можно, например, если раковина сломалась, то можно ее заменить отдельно от тумбы. Все эти вещи самостоятельные. Тумба отдельная, раковина отдельная. Ну и кран тоже. То, что разборная система. Минусы заключаются в том, что по поводу гигиены основной минус для меня. Если вот там не убирать, то начинают образовываться там, ну если кто-то бреется, там что-то туда летит, какая-то грязь. Дети балуются, что-то тут моют. Например, куколку там моют чем-нибудь и все это туда залетает. И там не чистить, соответственно, там будет грязно. Также вот сейчас буду тоже чистить год. И я как-то даже не заметил это дело, откуда это все взялось. Там внизу образуется тоже грязь. По ходу дела вместе с водой туда залетает. Ну и вот такая штука. Там проклеено все это дело. И вот на этом клею, на герметике, по ходу делаю какие-то то ли микробы, то ли что. Все убираем, чистим. У нас как по поводу гигиены. Ну, все супер. Ну, так сказать, по чистоте все нормально. Для чистоты у нас вон вооружены опасно, так сказать, всякими штуками. Но я просто не заметил, и жена тоже что-то не заметила, то, что там, видите, всякая фигня непонятная. Так что очень большой минус, если вы купите по отдельности, вот так установите, то вот эти все местечки, тут невозможно взять, ну, налить туда прям воды, что-то мыть. Это нужно прям все убрать. Ну, как подлезть нужно. Сюда тоже вот не всегда удобно вот здесь где-то вот замывать. Заморочено, короче, это все дело. Самый большой минус это уборка вот этой штуки. И как бы вы там не хотели, если тем более у вас есть дети, они, конечно же, туда воды наливают, забрызгают. Это нужно быть очень-очень аккуратным. Вот прям, знаете, вот. Если вы прям очень аккуратный, то это вам подходит. Но если есть дети, то вот эту систему хотела у меня установить жена. Установили. Я бы, конечно, ну, мог все делать так, чтобы не было вот этого всего, но... Ну, ничего тут не поделать. Пойдемте, я вам покажу в другую ванную комнату. Где раковина по-другому сделана. Это у нас на втором этаже. Так, сейчас свет сделаю. Здесь у нас есть вот такая раковина. Таким образом сделана. Здесь все чуть по-другому. Видите? Тумба с самой раковиной. Ну, основную площадь занимает раковина. Здесь чуть-чуть есть, что затереть, потому что тут у нас комната дочки. Она использует всякие краски. Да, и Оля вот только выписалась из больницы. У нее там операция была. Но этот ролик не про это вообще. Так что не обращайте на это внимания. В целом... Ну, вот смотрите, что тут можно сделать. Здесь можно, например, включить. Если была какая-то тряпочка, ну, любую тряпочку, короче, берете. Это все дело убирается. И можно вот так вот делать. Лить сюда воду, сколько вам влезет. Потому что здесь все герметично вот сделано. Видите, в чем прикол? В чем разница? В той раковиной системы и вот этой. Тут можно прям устроить, вот. А если бы эта раковина чуть-чуть наклон был бы, было бы лучше. Потому что вот в эту штуку сюда вода как-то не будет. Да, но наклон ты не сделаешь, потому что здесь все по уровню должно быть. Нет, там проект раковины. А сама раковина? Ну, как бы ледание. Сейчас не в этом дело вообще. Вот смотрите, в чем прикол. Плюс этой раковины. То, что вы можете взять, вот так вот сделать. Ну, в общем, зачистить. Понятно тут, что можно заляпать и так далее. Но основной плюс такой системы, что если вы где-то что-то заляпали, вы это всегда можете вот увидеть, заметить, взять и зачистить. Все. Готово. Также и здесь, если какие-то там укромные местечки где-то есть, тоже, в общем-то, видно. Можно всегда это все дело зачищать. Поэтому основной плюс такого типа же раковины, это как раз-таки гигиена. Ну и по удобству, в принципе, ничем не уступает. И смотрится очень круто. Ну вот сейчас вот как раз можно у Оли спросить. Оля. Я ролик снимаю. Та раковина и эта раковина. Почему ты ту выбрала? При том, что там по бокам, видишь, фиг подлезешь. Зачем ты выбрала ту? Ту раковину я вообще, когда мы смотрели каталог, там чашка была другая совсем. И нам при... Ну вот когда прислали, чашка оказалась вообще другая. Мы с тобой ездили, говорили, что... Да не в этом дело. Почему именно тумба, сверху чашка? А, мне нравится, что можно положить какие-то штуки рядом. Ну, а под раковиной образуется, видишь, грязь и сзади, и это очень труднодоступные места. У нас изначально должен был быть кран из стены выходить, и там не должно было быть препятствия крана, чтобы там не почистить. Но так как у нас все по-другому потом пошло... Ну там все равно по бокам снизу... Вот, иди посмотри, увидишь, что... Ну, я видела там, да. Я не учла этот момент. Я не думаю... А это никто не учитывает. Это все так раковины ставят. Первое время красота, все прекрасно, а потом это все иди убирай. Нет, вообще, вот, которую я раковину смотрела, она была не так закругленная, а она была практически прямо вот так вот. А, сразу видно. Да, то есть там не было, чтобы туда зацекало, что там она почти ровная. А, тогда надо выбирать, а выбирайте прямоугольные, какие-то квадратные, в общем, 90 градусов, чтобы раковина была, чтобы она четко легла на столешницу, тумбы, и промазалась со всех сторон, и получается не видно было... А, наоборот, видно были вот эти... Ну, это тоже, видишь, минус. Если раковину 90 градусов поставить, промазать, вот эти места промазанные, стык... Это видно сразу стрёмно. Да. Это литая такая должна быть, но таких вряд ли. Ну, сейчас вот как бы с опытом я хочу сказать то, что вот такие литые раковины намного удобнее, чем вот эти чаши. Да. Чаша так себе тема. Ну, чаша, она как бы типа красива, как капелька какая-то, да? И то, что рядом можно какие-то штуки ставить. Но по мне так вот такая система. Мне лучше вот этот вариант, чем вот эти чаши. Вот не знаю, из какого вот этого материала состоит раковина, но мне вот этот материал тоже не очень нравится, потому что вот он за столько времени весь исшарпался. Милана вот моет периодически, я ее заставляю за собой убираться. Ребенок не сильно трет, и все равно есть... Царапины, да. Царапины? Не, ну это уже, я сейчас про форму говорю, про качество, при том, что раковина вот это вот все дело стоит очень много денег. Это довольно грамм, да? Очень много. Там вот внизу сколько? Тридцать с чем-то тысяч, да? Этот под полтинник почти. Вот это все, прикиньте. Вот эта тумбочка, ее можно перемещать, она не прицеплена к этому вверху, то есть в любой другой угол. Угу. Так что, когда вот выбираете раковины, лучше выберите вот такую, чтобы можно было все это дело замывать, и еще посмотрите, какого качества вот этот материал. Вот эти современные материалы, типа там какой-то поликарбонат, и все такое, все четко, красиво, при этом это все стоит 50 тысяч рублей, а оно вон шоркается, и все это слазит. Буквально вот мы третий сезон здесь, третий год. Ну, в принципе, если нету детей, и вы так не будете делать. Да нет, зачем? А как же? Надо же чистить все равно. Ну, может, какие-то типа суперсредства, которые тоже стоят 50 тысяч рублей, чтобы почистить раковину за 50 тысяч рублей. Ну, если, короче, вас все это бесит, вот эти, слишком все должно быть аккуратно, какие-то средства, и все такое, то какой-то материал выберите, чугун, например. Но тут уже нету какого-то идеального варианта, какие-то нанотехнологии, что есть, то есть. И здесь вот видите, вот сместитель тут, и вокруг него все это дело замывается. В общем, такой вот, ребята, вам ролик. У сместителя тут вот эта штучка крутится, тоже очень. Буду направлять. Нет, сейчас не про это, Оля. Оля просто не знает, про что я видео снимаю, так что она может рассказать про все тут. Про зеркало, что зеркало очень хорошее. Да, да, да. Жизнь прекрасная, и все такое. Все, всем пока.